Ни для кого уже не секрет, что с наступлением осенней, холодной, сырой и мокрой погоды количество возникновения заболеваний с респираторной симптоматикой возрастает и у людей, и у лошадей. В настоящее время мы знаем о нескольких вспышках в европейских странах таких заболеваний, как грипп, ринопневмония и вирусная артерия. Поэтому с уверенностью утверждать о том, что каждая лошадь, которая в Российской Федерации выявляется с температурой, что она обязательно больна именно какой-либо этой инфекцией, мы, конечно же, не можем. В любом случае, если у вас на конюшне случилась такая неприятность и появились лошади с высокой температурой, и вы отправляете от них кровь для анализов, то только после этих анализов вы можете точно говорить о том, что есть у вас вспышка заболевания или нет. Кроме того, не забывайте, что в осенний период времени еще активны пероплазмидозы, и поэтому ряде случаев повышенной температуры может свидетельствовать о том, что это просто вспышка именно этого заболевания, а не какого-то другого. В тех случаях, когда все-таки неприятность случилась и у вас подтвержден диагноз ринопневмония, не надо впадать в панику. Во-первых, ни в коем случае не собирайте лошадь в дорогу, не перевозите ее в клинику. Это опасно как для вашей лошади, потому что это дополнительный стресс и ухудшение ее состояния. Также это опасно для всех окружающих лошадей, потому что таким образом вы будете разносить эту инфекцию по другим конюшням. Второй момент. Помните, что против всех вирусных инфекций основное правило – это хороший уход, хорошее содержание и симптоматическая терапия. Вспомните себя, как вы болеете гриппом. В любом случае вы не принимаете каких-то серьезно специальных препаратов, вы действуете по симптомам. Если у вас насморк – вы лечите его. Если у вас больное горло – вы пьете что-то от больного горла. Если у вас повышенная температура – вы принимаете препараты именно от повышенной температуры. С точки зрения лошадей вы действуете приблизительно так же. Разместите ее в хорошем проветриваемом денеке с хорошей подстилкой. Денек должен быть достаточно удобным, комфортным, чтобы если лошадь могла и хотела полежать, она могла это сделать беспрепятственно. Обеспечьте вашу лошадь хорошими диетическими кормами, качественным сеном. Если у нее есть повышенная температура, вводите по мере необходимости препараты, которые помогут контролировать высокий подъем температуры. Это могут быть анальгин с димедролом, это может быть препарат флюниксин, спазмолгон, это может быть даже фенилбутазон или какой-то кетоджект. В любом случае выбор препарата лучше обсудить с вашим ветеринарным врачом, потому как их структура химическая во многом влияет на эффективность и на формирование побочных эффектов. Только врач может учесть индивидуальные особенности вашего животного. Возможно, в анамнезе у вас есть гастрит или язвы, или какие-то проблемы с пищеварением. Таким образом, при необходимости приема этих противовоспалительных средств, врач порекомендует вам дополнительные препараты для поддержки защиты желудочно-кишечного тракта. Что касается специфической противовирусной терапии, то я хочу вас обрадовать. Именно против герпесвирусной инфекции, к которой относится ринопневмония, у нас есть надежные и хорошие схемы лечения. Они пришли к нам из медицины. В медицине уже давно действуют препараты ацикловир, вацикловир, которые прекрасно справляются с герпесвирусной инфекцией. Эти же самые препараты прекрасно активны и эффективны при заболеваниях лошадей герпесвирусной инфекцией. Специфические дозы, которые мы вам назовем позже, помогут вам как в случаях ранних симптомов заболевания, так и в уже глубоко зашедших. В качестве симптоматической терапии мы можем посоветовать владельцам использовать препарат дюфолайт. Это поможет вашей лошади легче и быстрее справиться с возникшей инфекцией. Здесь хороший состав, здесь витамины, минералы. Это подойдет для тех животных, которые испытывают проблемы с приемом пищи. В принципе, достаточно будет двух-трех таких флакончиков в день для того, чтобы поддержать обменные процессы животного с высокой температурой на хорошем должном уровне. В том случае, если у вас лошадь неплохо себя чувствует и ее температура не сильно изнуряет, и она все-таки принимает еду, все-таки имеет смысл попользоваться определенными витаминно-минеральными комплексами для того, чтобы также помочь ее иммунной системе как можно легче и быстрее справиться с возникшей проблемой. Что касается специфической терапии против вирусных инфекций, то я хочу обрадовать коневладельцев. В тех случаях, если все-таки у вас подтверждается ринопневмония, мы располагаем на сегодняшний день прекрасными эффективными средствами, которые именно специфически борются с герпес-вирусом. Это медицинские препараты. Ацикловир, валацикловир, валвир. В общем, коммерческих названий этих веществ очень много. Выбирайте то, что вам удобно, что вам комфортно по финансовой стоимости и что есть доступно в вашей аптеке. Любое из этих средств, естественно, содержит необходимое количество миллиграмм в капсуле, и поэтому дозировка будет различаться. Мы дадим вам точную схему, как принимать эти препараты. Мы надеемся, что приведенные нами схемы и приемы этих препаратов помогут вам в кратчайшие сроки справиться с этой неприятностью, с ринопневмонией. И вы сможете не только вылечить тех лошадей, которые у вас заболели, но сможете выявить на своей конюшне животных, которые являются резервуарами этой инфекции, и пролечить этих животных, чтобы в последующем, в будущие годы у вас эти вспышки не возникали. Когда дело касается профилактики, все, естественно, начинают вспоминать про такие специфические препараты, как иммуностимуляторы и модуляторы. Да, наша промышленность выпускает много что интересного, но уповать на эти препараты в том случае, когда у вас уже случилось заболевание, ни в коем случае нельзя. Основное лечение – это все-таки симптоматическая терапия и специфическая противовирусная терапия с ранее показанными препаратами. Все вот эти препараты, они, как правило, могут в лучшем случае облегчить течение заболевания, но вряд ли могут его предотвратить и вряд ли могут существенно повлиять без использования других препаратов на благоприятный исход. На сегодняшний день единственный способ получить хорошую степень профилактики этого заболевания, любого вирусного, это, естественно, вакцинировать свою лошадь. Надо помнить, что внутри одной конюшни количество вакцинированных лошадей против ринопневмонии или гриппа должно быть всегда не менее 80-90%. Иначе напряженность иммунитета не будет эффективной, и ваша даже вакцинированная лошадь может все равно заболеть. Какими вакцинами лучше всего пользоваться? Вопрос однозначно, пользоваться надо только эффективными вакцинами. На сегодняшний день во всем мире есть два вида вакцин. Есть живые вирус вакцины, в числе них наша отечественная СВ-69 Щелковской биофабрики, официально разрешенная к применению в Российской Федерации. Эта вакцина при использовании два раза в год создает хороший напряженный иммунитет и позволит вашим лошадям не заболеть. Кроме этого, существуют импортные вакцины, инактивированные. Они также достаточно эффективны, и в ряде случаев производитель говорит о том, что их эффективность более против широкого спектра, против типа первого вируса, против четвертого, возможно, пятого. Но если это было бы действительно так, то в европейских странах не возникала бы так часто вспышка этого инфекционного заболевания. И, к сожалению, на сегодняшний день сказать, что любая вакцина на 100% дает вам возможность не заболеть, мы так не можем сказать. Поэтому помните о том, что в первую очередь это как можно большее поголовье должно быть привито. Второе, если это живая вакцина, то вы ее используете два раза в год. Если инактивированная, то вы ее используете не менее трех-четырех раз в год. Только тогда вы можете быть уверенными в том, что напряженность иммунитета против ринопневмонии будет достаточно для того, чтобы выдержать и не заболеть.